С момента своего открытия в 1964 году шестая школа города Клинцы выпустила не одно поколение. Некоторые клинчане, отучившись здесь, приводили своих детей, а теперь ходят в школу с внуками. Я окончила школу в 1982 году. Учились в ней мои дети, теперь учатся внуки. Мы считаем, что наша школа самая лучшая, самая красивая, очень уютная. Однако школа нуждается в капитальном ремонте. В 2022 году в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» школа будет ремонтироваться. На обновление учебного учреждения будет направлено порядка 29 миллионов рублей. Подобные перемены ждут еще 40 объектов Брянской области. На эти цели из федерального бюджета наш регион получит беспрецедентную во всех отношениях сумму – полтора миллиарда рублей. За расходованием средств и сроками выполнения работ будет установлен жесткий контроль. Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» поручил создать программу ремонта школ. Министерство просвещения и «Единая Россия» создают штабы по контролю за реализацией программы. При капитальном ремонте, который запланирован на следующий год, мы ожидаем увидеть новый обновленный спортивный зал, новую электропроводку, совершенно обновленную систему канализации и систему водоснабжения. Все это будет выполняться, надеемся, в срок. Нам страшновато вступать в такой ремонт, потому что таких ремонтов школа еще не видела, капитальных ремонтов за свою историю. Но думаю, что замечательный коллектив школы и подрядчики, которые придут, мы будем работать единой командой. Шестая школа имени Коновалова стала родной многим ученикам. Преподаватели и технический персонал создают и поддерживают уютную и дружелюбную атмосферу. Когда я пришла в эту школу, я сразу заметила, как тут много хороших людей, добрые, все по-доброму относятся. Я люблю учиться в нашей школе. Здесь всегда чисто, убрано, хороший ремонт, добрые учителя нам все прекрасно объясняют, мне очень нравится. Помощь из федерального центра позволит не только капитально отремонтировать здания учебных учреждений региона, но и оснастить их новейшим оборудованием. Кроме того, программа предусматривает привлечение учащихся, учителей и родительских комитетов к обсуждению дизайнерских и других решений в процессе ремонтных работ. Дмитрий Газин, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. События Клинцы.